Сегодня, когда некоторые из вас увидели меня, спрашивают, а почему ты опять в белом костюме? А потому что 10 дней благоговения и трепета продолжаются до среды. Во вторник вечером по календарю начинается 10-й день 7-го месяца, который называется Днем Очищения, в которой весь израильский народ смирял души, потому что первосвященник, вот как здесь на картиночке, заходил во святое святых и совершал очищение святилища. Друзья мои, о чем я вам только что рассказал? Я вам рассказал о еврейской традиции? Или это все-таки звучит как учение, которое вы слышите в Церкви Адвентистов 7-го дня? Вы понимаете, это уникальная вещь. Я вам рассказывал, что когда начинается праздник Труб Рожа Шана, иудеи в Израиле желают друг друга лошанаттова тикатеву. Желаю вам быть записаны в книге жизни. Мы можем на это пожелание сказать аминь? А вы знаете, как говорят на Йом-Кипур? Говорят на иврите «хатима-тава». Это даже нелегко на русский перевести двумя словами, как они звучат на иврите. А правильно это перевести так. Желаю вам быть запечатленными. Друзья мои, это я вам про еврейскую традицию рассказываю? Или, может быть, где-то когда-то в Церкви Адвентистов 7-го дня вы читали книгу «Откровения» 7-ю главу, где написано о запечатлении народа Божьего, которое происходит как раз тогда, когда первосвященник наш Господь Иисус Христос совершает это служение во Святом Святых. за впечатление народа Божьего. Есть эта важная взаимосвязь между вероучением, и я скажу таким вот очень глубинным, я бы так сказал, не, не, не хорошее слово глубинным, я бы сказал так, коренным вероучением Церкви Адвентистов, и учением, которое присутствует в иудаизме и было унаследовано из того, что в народе Божьем происходило в ветхозаветные времена. Это вопросы очень важные. то, о чем я с вами сейчас говорю, недаром, тема, я вам объясню вкратце, что такое Йом-Кипур, День Очищения. А теперь мне надо объяснить вам, прежде чем мы приступим к изучению очередного псалма, который у нас на проповеди, теперь мне нужно объяснить вам, а в чем суть второго предложения, которое в названии проповеди. Вот с чего я начну. Я очень плохой биолог, но я помню, как на уроке ботаники в пятом классе учительница принесла зернышко. И она рассказывала, вот в зернышке есть клейковина и эндосперм. Сегодня, может быть, поправите меня, если я сейчас неправильно скажу, я в этом не специалист. это можно сказать так, любое органическое растение или животное, которое способно к дупликации, оно имеет свое ДНК, правильно? Так вот, ДНК это то, что позволяет дуплицироваться, размножаться. Извините, и у коронавируса есть ДНК. Так вот, к зернышку урок ботаники шестой класс. Вот в этом зернышке где способность размножаться? в клейковине или в эндосперме? В эндосперме. И учительница задает вопрос, что будет, если зернышко вытащить клейковину? Зернышко останется, оно может размножиться, его можно положить без клейковины в землю, поливать его, и оно все равно даст сходы. А вот если ты из зернышка вытащишь эндосперм, то у тебя в принципе такое, если набрать таких зернышек, всех повытаскивать эндосперм, такой маленький-маленький, вот, то ты пшеничную кашу из этого зернышка сваришь и скушаешь, потому что то, что нам нужно для еды в пшеничной каше, оно-то там крахмальчик, да, это, как его сказать, углеводики, да, вот, но если ты, но без эндосперма зернышко не размножится, потому что там ДНК, что будет, если из вероучения церкви адвентистов седьмого дня вытащить учение и выбросить на помойку учение о служении Иисуса Христа в небесном святилище. А вот то же самое, что у зернышка эндосперм. Мы превратимся сначала в субботствующих баптистов, а потом просто не дадим плод. Вот и все. Нужно ли эта доктрина сегодня? Почему я об этом говорю, именно об этой доктрине? Потому что это историческая доктрина. Она историческая. На ней все было завязано. Понимание служения Иисуса Христа в ветхозаветном святилище это, во-первых, то, что отделило адвентистов от миллеритов, что миллериты, вот это большое движение последователей Миллера, которые 22 октября 1844 года ожидали пришествия Христа. Да, это миллеритское движение, оно никогда не поняло, почему Христос таки не пришел. В этом проблема. Мне часто приходится сталкиваться с незнанием вопроса среди самих же адвентистов. А это незнание связано с тем, что мы, конечно, книгу «Великая борьба», вот, ну, те, кто традиционно выросли, книгу «Великая борьба» проштудировали хорошо, но очень часто до Библии так и не дошли. И поэтому в книге «Великая борьба» описан 1844 год, но чтобы все это понять детально, без Библии никак. «Великая борьба» Библию никогда не заменит. И вот поэтому часто и возникает интересная ситуация. Зачем нам это нужно? А что этот 1844 год, еще и 22 октября, зачем оно мне нужно? Вообще эти все вопросы, они все связаны с очень интересным трендом, который присутствует в христианстве. И этот тренд начался после Первой мировой войны. Это столкновение двух учений, которые как бы развились на всех этих почвах начала 20 века. Что это провоцирует? Первое, это модернизм в христианстве. Что такое модернизм? Долго рассказывать не буду, но модернизм это попытка адаптировать в христианстве теорию эволюции и все вместе связанное с этим. Вот это назывался модернизм начала 20 века. Причем не только в адвентизм. Я помню, у нас была конференция в Техасе в кемпусе адвентистского университета юго-западного это Кин-Тексас это была конференция адвентистского богословского общества это регулярные ежегодные конференции форумы которые проходят я там читал доклад много интересного тематика была именно креационизм я помню из университета Ламалинды приехал один гость с которым мы познакомились он не был богословом он не был профессором он просто уже довольно в возрасте такой мужчина врач уролог просто имел себе практику и он мне говорит а почему я не могу быть адвентистом эволюционистом ну сегодня похожие вопросы задают сегодня есть группки которые например заявляют себя о том что они ЛГБТ адвентисты я на этот счет задаю вопрос а какие еще можно изобрести адвентисты соблюдающие воскресенье адвентисты кушающие свинину адвентисты что ты что ты камон а что тогда ты вкладываешь в понятие адвентист что ты вообще себя называешь таковым но я знаю почему они это делают у них понятия другие это проблема не сатириологическая говоря богословским языком это проблема экклезиологическая человек просто считает что если он вырос в адвентистской семье да воспитан адвентистскими родителями вот а потом еще и пошел учился в адвентистской школе то соответственно называться адвентистом является является его неотъемлемым правом независимо от того во что он верит ну вот так бывают такие казусы не надо из этого делать слишком большой раздувать из мухи слона как некоторые сегодня на интернете делают но есть такие казусы есть вот так вот это все вот это понимание вот это понимание что это не только адвентисты вообще эволюционизм в начале 20 века ворвался в среду американских богословов и семинарии Гарварда Еля профессора начали говорить да нет никаких проблем мы христиане но мы будем теорию эволюции проповедовать ну Америка это же страна в основе истории которой лежала гражданская война то есть без гражданской войны же невозможно сегодня идет такая политическая гражданская война когда стороны имеющие разные точки зрения не умеют друг друга слушать а только умеют друг друга стрелять из пистолетов вот ну и пошло так ага мы вам там а вы вам так что в ответ на на этот модернизм фундаментализм закручивание гаек спасение по делам то нельзя то нельзя то нельзя а то потеряешь спасение известная фундаменталистская история пример фундаменталистского мышления начало 20 века появляется кино из воспоминаний одного служителя отцом которого был тоже служитель церкви папа повел меня кинотеатр это 30-е годы я не мог успокоиться я думал только об одном если вдруг в кинотеатре будет пожар и я сгорю попаду ли я после этого в рай или в ад вы знаете что они смотрели документальный фильм о природе и животных амазонки но вот это фундаменталистское мышление если на танцплощадке разврат давайте закрутим гайки так чтобы вообще никакой музыки не слушать кроме Иоганна Себастьяна Баха вот это фундаменталистское мышление в ответ на модернизм да там давайте в эволюцию верить давайте ни в какое кино смотреть и никакую музыку понимаете это история это история но вот эта борьба между фундаментализмом и модернизмом она заканчивается где-то к 60-м годам и к 80-м годам начинает формироваться явление которое сегодня называют постмодернизмом я вам приведу пример типичной постмодернистской проповеди зачем нам это пророчество о двух тысячах трехстах вечерах и утрах нам не нужен две тысячи триста вечера в утрох нам нужен Иисус Иисус нас любит это все что нам нужно зачем нам эти доктрины вы понимаете да Иисус нас любит любовь это клейковина но нужен ли нам эндоспер или мы можем прожить на одной клейковине Иисус нас любит мы это учим сюда приходят много других церквей и они то же самое проповедуют может быть нам проповедовать только то что кажется сегодняшнему поколению релевантным зачем нам эти споры между модернистами и фундаменталистами зачем нам это историческое понимание развития и формирования адвентистской динаминации это все может быть уже никому давно не нужно друзья мои давайте посмотрим откроем Библию и посмотрим нужно ли это сегодня или нет мы сегодня будем читать очередной наш псалом псалом 72 который начинается интересными словами как благ первый текст бог к израилю к чистым сердцем интересно как благ бог к израилю к чистым сердцем где вы встречали про чистые сердца блаженные чистые сердцем ибо они что бога узрят видите вот откуда взяты эти слова на горной проповеди кто такие чистые сердца релевантно ли это для сегодня для нашего поколения быть чистым сердцем давайте посмотрим потому что дальше мы видим то как у Асафа автора этого псалма возникает внутренний душевный кризис а я чуть было не оступился я едва не сбился с пути почему это так нам пишет русский новый перевод а в синодальном библии написано так буквально я едва не пошатну знаете как так вот это здесь буквально русский синодальный так дает а я ну что касается меня да вот бог к чистым сердцем он благ а что про меня вот это вопрос постмодернистский а что про меня вот я вам рассказываю говорит Асаф как я себя чувствую едва не пошатнулись ноги мои и едва не поскользнулись стопы мои почему я позавидовал безумным видя благоденствия нечестивых друзья мои у меня есть одна хорошая знакомая которая ушла из церкви потому что именно это произошло и пошатнулись ноги ее знаете после чего после беслановской трагедии почему потому что она увидела злодеев которые совершили зло и она задала вопрос себе злодейство мы увидели а как Бог действует не увидели ибо нет им страданий и до смерти их крепкие силы их на работе человеческой нет их с прочими людьми не подвергаются ударам вот тут все как говорится видно как у Асафа накипает внутри от того гордость как кожелелье обложила их и дерзость наряд одевает их над всеми издеваются злобно разглашают клевету говорят свысока поднимают к небесам уста свои язык их расхаживает по земле это очень интересно это не про злодеев террористов убийц из Беслана это про тех кто уста свои поднимает к небесам это про кого друзья мои вы знаете Асафа в отличие от многих сегодня людей не волнует проблема где был Бог когда Гитлер убивал мою маму так мне сказала одна женщина еврейка в Нью-Йорке когда я ей пришел проповедовать о Христе я сразу очень понял что она не просто Христа не понимает потому что вот евреи там фарисеи и так далее а Бога не понимает но это сегодня а когда Асаф был на этой земле современник Давида три тысячи лет назад там было все более понятно все более черно-бело что с одной стороны вот у нас Израиль а с другой стороны вот у нас язычники и если это идолопоклонники ну то то с ними все понятно что Асафу непонятно это не про идолопоклонников что Асафу непонятно это про то что это происходит в Израиле потому что он говорит о тех кто рядом с ним его соседи которые приходят в молиться и приносить жертвы в тот же самый место тогда храма еще не было было просто святилище которое Давид вернул ковчег завета туда и начали служить и приносить жертвы и вот он видит этих людей он их видит не там на территории Ливана не там за Иорданом не в Египте не в Вавилоне он их видит в Иерусалиме и задает и говорит у меня ноги подкашиваются когда я это вижу я понимаю что благ Господь к чистым сердцам а вот пожалуйста поднимают уста свои к небесам говорят свысока над всем издеваются друзья такие дорогие мои это релевантна ситуация к нашему поколению или нет или нас какие-то другие вопросы интересуют когда к нам в церковь приходят люди и первые к сожалению и не только в наше общение но так часто бывает кто встречает их это люди которые как они понимают ну пришедшие в церковь они понимают что это должны быть люди все чистые сердцем а тут а тут а тут видно что сердце там не особо чистое потому что и то из-под полы и это из-под полы а как а как это так ты делаешь ха-ха хи-хи я могу это делать да и пастор у нас такой добрый не исключает не бьет не наказывает поэтому можно понимаете из-под полы все что угодно делать да вот пастор не поменяется пастор не верит что палкой можно добиться изменения сознания уж простите но у кого-то когда сталкивается с людьми с такими сознанием таки подкашиваются ноги знаете я сегодня эту проповедь не говорю к тем кого я имею ввиду по одной простой причине они скорее всего здесь не присутствуют а если они присутствуют то они не слушают псалом этот говорит о тех у кого ноги подкосились псалмом этим бог учит нас как сделать так чтобы остаться верным богу и чтобы у нас ноги не подкашивались не не только от беслановской трагедии но и от того что может происходить и в этой церкви и не только в этой церкви потому что то о чем я говорю сегодня может быть говорю иносказательно но мы не единственные мы не единственные такие это не вопрос того человека который делает зло а вопрос как при этом не подкосить ноги потому что чем больше людей будет стоять верными богу на прямых ногах тем меньше толерантности будет к тем которые благоденствуют поднимая уста к богу и совершая нечестие которые говорят десятый текст понимаете еще раз прочитаю девятый десятый одиннадцатый текст увидите вот эту проблему ассав это видит это было три тысячи лет назад это есть сегодня грех не поменял своей разрушительной природы которой он разрушает души людей поднимает небеса муста свои и язык их расхаживает по земле потому что туда же обращается народ его и пьют воду полною чаши вы понимаете в чем проблема то что сейчас я вам читаю оно может быть другим языком и где-то более понятно написано в притче о пшенице и плевелах именно поэтому пастор не выполняет функции полицейского потому что хозяин сказал жнецам а суть пастора да это не вы пожелтели а делателей мало мы жнецы но до урожая вырывать плевелы нам не велено но плевелы есть и они опасны плевелы есть и они опасны до дожатвы мы не ходим вырывать но плевелы опасны это непросто это непросто но к сожалению туда же обращается и народ его к небесам и нечестивые пьют воду полную чаши и говорят как узнает Бог есть ли ведение у Всевышнего ну а что мотивирует что мотивирует людей меня это часто волновало всегда я пришел переступил порог церкви адвентистов седьмого дня 30 лет назад больше уже и я увидел этих людей их очень для нового пришедшего человека для меня который смотрит с кафедры сейчас при свете фонарей я не все могу видеть а вот когда я был в том же положении как многие из вас и зашел церковь через дверь я увидел эти две категории людей мне было интересно одна вот деталь мне лично студенту киевского университета который был комсоргом и атеистом мне было интересно эта деталь если эти люди не верят в то чему учат церковь адвентистов зачем они здесь я до конца до сих пор не знаю ответ на этот вопрос я знаю среди них людей которые оставляют церковь потом возвращаются я знаю ну как бы тогда мне было 20 лет я многого не знал когда мне сейчас 50 то я знаю и многое и многих людей и я знаю разные судьбы я знаю тех которые уходили потом возвращались с измененным сердцем я знаю тех которые жили так но что-то в их жизни случалось и у них менялось сердце ну я знаю тех людей которых еще сердце не поменено и молюсь о том чтобы что-то случилось чтобы сердце поменялось потому что мы не знаем сколько Господь отпустил нам жизни и этому миру существования и вот двенадцатый текст да то есть весь мотивация да вся мотивация узнает ли Бог есть ли ведение у Всевышнего понимаете для человека который пришел в эту церковь чтобы искать Бога для него это глупый вопрос для человека который не имеет отношений с Богом а знает о Боге только потому что что-то говорили его родители такие вопросы а Бог не узнает это типичное состояние вещей и вот эти нечестивые вот это что интересно вот это что интересно посмотрите внимательно что замечает Ассав эти нечестивые благоденствуют веки всем и умножают богатство вы понимаете какой парадокс Библия учит и такое понимание у людей вот как у этого человека который написал свои детские воспоминания о кинотеатре он был научен так что если у него было понимание такое вот если ты делаешь то что тебе запрещено ты согрешаешь и сразу же с тобой что-то случится не знаю почему нет у меня ответа на этот вопрос если бы именно так происходило что бы было подумать если бы так происходило вот захотел человек пойти налево кто за алкоголем кто за сексуальными утехами кто за наркотиками и вдруг на следующий день поразила его проказа ковид и расследование а где ты был дружище а ты выпивал а теперь ты под вентилятор все всем понятно хорошо было или так или плохо я не знаю потому что я не бог я знаю что то что пишет Асаф мне здесь в 12 стихе посмотрите еще раз псалом 72 12 стих здесь написано вот эти нечестивые благоденствуют не случается со многими ничего плохого на которые можно было бы с кафедры публично показать а вот не происходит этого я знаю я уже частично задал ответ на вопрос почему это не происходит пшеница плевелы не вырывайте плевелы можете вырвать пшеницу дождитесь сжатой это хороший ответ может быть не детализированный но хороший ответ Иисуса но у Асафа вопрос так не напрасно ли я очищал сердце мое омывал руки в невинности очищал сердце омывал руки в невинности это интересное выражение мы с вами читали Псалом двадцать четвертый двадцать третий в русской Библии его второй куплет где сказано третий и четвертый текст Псалом двадцать третий третий и четвертый кто взойдет на гору Господню и кто станет на святом месте его обратите внимание тот у которого руки не повинны и сердце чисто видите эти два выражения мы начали Псалом семьдесят второй читать со словами благ Господь к Израилю к кому у кого чистое сердце кто взойдет на гору Господня гора Господня друзья мои мы уже говорили вот мы и приходим к этому языку храма святилище небесной Божьей обители потому что Давид писал еще тогда когда храм не стоял на горе Мария мы об этом говорили это универсальный язык сегодня в урочнике субботней школы вы будете после проповеди проходить о том как тип и антитип работает святилище земное святилище небесное вот первые ростки этого учения чтобы взойти Господу и оказаться на горе нужно иметь сердце и руки а что делает Асав возвращаемся в Псалом 72 13 текст не напрасно ли я очищал сердце то есть он стремится зайти на гору Господню правильно предстать перед Богом руки вот они видите сердце руки пророк Исаия первая глава говорит очень важные слова о грехе как о состоянии разделения между Богом и человеком Исаия 1 4 Исаия 1 4 Увы народ грешный народ обремененный беззакониями племя злодеев сыны погибели оставили Господа призрели святого Израилева повернулись назад да вот он грех это состояние когда мы к Богу стоим спиной а как обратно сделать посмотрите Исаия 1 глава и 16 текст омойтесь очиститесь удалите злые деяния от очей ваших перестаньте делать зло вот и все вот и все этому учил Иоанн Креститель вот и все вы понимаете вот вопрос который Асаф задает зачем я это делаю когда вокруг меня злодеи и им хорошо а я тут омываюсь очищаюсь посмотрите что дальше написано он делает Псалом 72 стих 14 подвергаю себя ранам ко всякий день и обличением всякого здесь не говорится о телесных истязаниях здесь об исследовании сердца когда человек исследует себя зря я это все делаю или нет задает Асаф если вокруг я могу встретить человека который сидит ходит ту же церковь себе вообще ему все это не нужно а он понимаете благоденствует а я еще не могу больше 12 долларов в час заработать может я это все зря делаю может быть плюнуть на это все вы понимаете это релевантно или нет сегодня ну вот ответ который дает Бог Асаф понимаете вот этот псалом он очень интересен тем что он показывает нам богодухновенные поиски человек автор этого псалма певец современник Давида руководитель хора это псалом который написал дирижер вот он видел он видел проблемы в хоре левицком которые возникают да вот он мучается этими всеми вопросами но Бог выводит его мысли на следующее 15 стих но если бы я сказал буду рассуждать так а как почему злодеи благоденствуют им ничего а зачем я тогда все это живу по-другому то я виновен был бы перед родом сынов твоих и думал я это и это трудно было в очах моих друзья мои релевантен ли сегодня вопрос почему зло благоденствует или вот этот постмодернизм который нас захватил с этим всем потребительством жадностью желанием только иметь развлекуху интертейнмент такой все что нас в этой жизни интересует как у той девочки одной маленькой на маечке ай 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 ми 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 да извините ай пед ай мак ай фон ай вот это реклама сегодня она подпитывает вот это эгоистическое мышление и в конце концов выводит ай джизус есть а что такое ай джизус вы понимаете айфон это телефон который для меня а что такое ай джизус или ай гад это бог которого я создаю по образу и подобию если проповедь с кафедры не соответствует тому образу бога который у меня есть то мне эта проповедь не нужна с чем-то да тебе вообще всякая проповедь нужна понимаете постмодернизм это форма идола поклонства потому что человек поклоняется самому себе а Асав мучается вопросом почему это зло так и как я себя должен вести в этом всем ответ к нему приходит неожиданно этот ответ для многих христиан абсолютно неожиданно трудно было в глазах моих а в семнадцатом тексте он находит ответ да коли не вошел я в освятилище божье и не увидел конца их друзья мои релевантно ли сегодня доктрина освятилище все зависит от того чего вас в этой жизни интересует если вас этой жизни интересует только то как вы сами себя чувствуете то вам вряд ли вообще что-то будет релевантно но если вас интересует понять а куда этот мир находится и ответить на вопрос откуда зло и что с этим злом будем делать и какую я должен позицию занять то оказывается ответ во святилище именно для этого бог и повелевает моисею ее строить его и поэтому 40% того что написал моисей касается святилище а книгу апокалипсис откровение Иоанна богослов вообще без знания того что такое святилище и как работает святилище на небе невозможно понять правильно результатом являются альтернативные теории основанные на конспирологиях и заговорах начиная от фармацевтики заканчивая понимаете чипизации и чем только угодно и христиане Богу молятся а в этом мире слушают новости и изнывают от страха потому что не понимают конца зла потому что конец зла можно уразуметь только войдя и разобравшись в святилище в святилище небесном которое как говорит гимн который мы поет да кто помнит старый из псалмов Сиона во святилище небесном что хадатайствует Христос это не дань адвентистской истории в этих простых словах если начать глубоко копать священное описание можно это неправильное слово можно это не можно в этих простых словах вы если начнете копать глубже священное описание найдете ответы на вопросы откуда зло почему оно до сих пор здесь и куда оно идет начиная с 18 текста Ассав показывает что происходит с теми благоденствующими злодеями на скользких путях ты их поставил и низвергнешь их в пропасти как нечаянно пришли они в разорение исчезли и погибли от ужасов понимаете пока все хорошо и пока все благоденствует но книга откровения предупреждает что Христос придет как как тать ночью ночной вор неожиданно все произойдет вот к чему приходит Ассав с 21 текста когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя когда я был невежда и неразумел как скот я был перед тобой что как про себя Ассав говорит до того как он вошел за святилище молился Богу очищал сердце свое стремился к Богу но не зная святилище он про себя говорит что я был невежда и неразумел понимаете у нас сегодня весть есть друзья мои кто мы начали вопросы на прошлой неделе кто мы такие чем мы отличны эту весть нам дал Бог в руки чтобы научить и христианский и нехристианский мир не быть невеждами а разуметь конец этого зла и когда мы разумеем вот какой ответ у нас в сердце да есть нечестивые благоденствующие да я живу честно и не могу себя оплатить и что-то себе позволить но стих 23 ниже давайте посмотрим я всегда с тобою ты держишь меня за правую руку с чего начал Асаф с того что ноги у него подкашивались от того что он видел как он избавился от синдрома подкашивающих ног Христос держит его за правую руку друзья мои ты руководишь меня советом моим потом примешь меня во славу кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле изнемогает плоть моя и сердце мое бог твердыня сердце мое и часть моего вовек ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут ты истребляешь всякого отступающего от тебя а мне благо приближаться к богу на господа бога я возложил упование мое чтобы возвещать все дела твои желаем ли мы сегодня чтобы по этой жизни в каждом нашем шаге чтобы предотвратить подкашивание наших ног от того что мы что-то видим господь держал бы нас за правую руку так войдем же во святилище возложим наше время на него и дадим ему нашу правую руку аминь помолимся всемогущий господь объемли нас своей любовью освяти нас своими знаниями из священного писания избавь нас от невежества и дай нам понимание воли твоей и слова твоего аминь и твои твои и твои твои Продолжение следует...